Всем привет! Сегодня разберем некогда метовое и достаточно популярное оружие ХК-416А5, которое в нынешних реалиях встречается довольно редко. При этом его разработчики открыто не нерфили, только лишь сильно переработали используемые ей модули. Так вот, попробуем разобраться, насколько эффективно данное оружие сейчас среди множества доступных конкурентов, и есть ли еще смысл в его использовании. ХК-416 автомат разработанный немецкой фирмы Heckler & Koch в 2004 году на базе американской модульной АР-системы. Хоть внешне она и схожа с М4, но механизм работы оружия ближе к немецкому ХК-G36. Версия модификации А5 представлена в 2013 году и является дальнейшим развитием винтовки, претерпевшей множество улучшений. ХК-416 использует боеприпасы 5,56 на 45 мм НАТО. 417-я же использует 7,62 на 51 мм. Приобретается автомат на третьем уровне прокачки миротворца за немалый ценник в районе 105 тысяч рублей, что как по мне немного так завышено, проще да и гораздо дешевле покупать на барахолке за примерно 50 тысяч, что конечно куда уже приятней, а все по причине низкой популярности оружия в данное время. В общем, в базе оружие обладает в сравнении с конкурентами в своем классе неплохой эргономикой, точностью, приемлемой вертикальной отдачей, которую конечно можно прилично понизить путем тюнинга, а также скорострельностью 850 выстрелов в минуту, и это самый высокий показатель среди автоматов. Но это все в стоке, в плане же тюнинга выбрать есть из чего. И таким образом присутствуют все необходимые модули для снижения вертикальной отдачи, для комфортных значений. В том числе можно построить практически лазерган с показателем вертикальной отдачи в районе 40, правда эргономика при этом сильно будет страдать и вот с ней начинают возникать проблемы, так как собрать сбалансированный по показателям сборку довольно сложно. Совместить установку глушителя с магазином увеличенной емкости практически невозможно, без значительного ухудшения эргономики. Так еще и обходиться все это будет недешево. И никаких альтернатив тут нет, какие были у М4, с вариантами сборок на базе винтовок АДАР и ТХ-15, ввиду совсем другой механики работы оружия. Поэтому придется постоянно жертвовать одну из характеристик в угоду другой. В плане боеприпасов тут все просто. Используемые патроны 5,56х45 мм НАТО более подробно рассмотрели в обзоре на винтовку М4, ссылки на данное видео будут в описании. Но если совсем коротко, то на тот момент, когда будет доступна для покупки ГК 416, лучше стараться как минимум использовать боеприпасы М856А1, пробивающие уверенно третий класс брони и четвертый со второго попадания. Но и в связи с довольно высокой скорострельностью оружия, пятый класс долго тоже не продержится. А далее на более поздних этапах игры рекомендую М855А1, который как по мне будет немного интереснее М993, ввиду более высокого урона. Но и с пробитием тут проблем особых нет, скорострельность максимально нивелирует этот недостаток. В плане сборок рекомендую особо сильно не тратиться на оружие, так как при нашей гибели все стоящие модули с оружия снимут. Сам же автомат забирают нечасто и по страховке возвращается. Главное постараться снизить по максимуму вертикальную отдачу и добившись показателя в районе 50-60 единиц, уже можно будет более-менее комфортно играть, так как контролировать вертикальный подброс в общем тут не сложно, даже несмотря на высокую скорострельность. И в случае как SM4 короткими очередями стрелять противопоказано, так как разовый подброс все же заметно велик и попасть в цель таким способом будет сложно. Лучше уже переключиться на одиночный режим стрельбы, если затеяли стрелять на дистанцию, что вполне реально делать при использовании соответствующих прицелов, так как точность тут все же неплоха, особенно при использовании более длинных стволов. Но если в общем как бы все не очень плохо, тогда почему же с ХК 416 противника практически не встретить. И все дело тут не только в том, что сложно собрать сбалансированную сборку, установка глушителей обходится не дешево, которые способны хорошо снижать вертикальную отдачу и при этом скрывать сильную вспышку от выстрела. И первая проблема кроется в том, что нивелируя дачу сильно страдает эргономика, причем достаточно заметно, вплоть до некомфортных значений и это напрямую влияет на скорость вхождения в режим прицеливания, а также на длительное снахождение в этом состоянии. Но это еще можно побороть, установив дополнительно модули на повышение эргономики, которые стоят как правило не дешево, как пример не ставить глушитель, а только ДТК и в этом случае уже мириться со вспышкой от выстрела и высоковатой отдачей. Но вторую проблему решить никак не получится, так как при стрельбе очередью автомат сильно кидает по горизонтали и хоть цифры в характеристиках выглядят не сильно, то и высокими, по игре это ощущается довольно прилично. И как известно, горизонтальную отдачу в игре невозможно никак контролировать и в этом кроется одна из проблем оружия, так как в результате тестов были нередки случаи, когда зажимаешь уверенного врага даже на малых дистанциях, но он нас попросту перестреливает. Даже с автомата Калашникова, у которого скорострельность в разы ниже и после рейдовой статистики попаданий по врагу практически нет и это можно было списать на плохую регистрацию попаданий, если бы тесты проводились на одном сервере и за один день. Но нет, сервера специально менялись и тесты длились несколько дней, но картина оставалась одной и той же. Оружие попросту не убивает врага и от этого конечно начинает подгорать, чего давно не было. Даже АК-74 выглядит как по мне интересней, нежели ХК-416, по крайней мере обходится гораздо дешевле. Высокая скорострельность тут вовсе ничего не решает, оружие довольно сильно тресет и подбрасывает вверх. И как я считаю, разработчикам нужно что-то с этим делать, так как играть сейчас не комфортно. При этом оружие у торговцев стоит неоправданно дорого, на бархолке цена в районе 50 тысяч уже более реально и обоснованно. Если сравнивать с прямым конкурентом в лице М4, то она выигрывает у ХК-416 по всем показателям, несмотря на то, что по цифрам в стоке последняя выглядит привлекательней и даже как по мне АК-74 будет интересней, несмотря на то, что контролировать отдачу у него гораздо сложней. Таким образом, на данный момент ХК-416 я не могу рекомендовать к использованию, не просто так с ним сейчас никто не ходит, слишком уж сильно на нем занерфлена эргономика при тюнинге, а также видимо и скрытые характеристики тут не особо выглядят хорошо, так как повторюсь, оружие не соответствует тем цифрам, которые указаны в заявках, по ощущениям они гораздо хуже. Плюс стоимость, неоправданно завышена, оружие стоит, не дешево, так еще и апгрейд обходится в копеечку. М4 в этом плане выглядит предпочтительней, даже бюджетные сборки у нее вполне играбельные. И в целом, оружие мне не понравилось, хотя много от него и не ждал, и главное разочарование было то, что оно попросту не убивает противника, высокая скорострельность совсем ничего не дает, и хоть играть с данным автоматом плюс-минус не сложно, и все же можно, если у вас больше ничего другого конечно нет, но после рейда остается неприятный осадок, если еще получается выжить, так как данный показатель с этим оружием у меня и так не при самом лучшем геймплее упал в разы, и это я думаю говорит о многом. Эффективность ХК 416 крайне невысокая, но отрицать не стану, что игроки с высоким скиллом еще могут из него что-то вытянуть, но вот среднестатистическому игроку с ним ловить нечего, ждем улучшений, а там посмотрим. Ну а пока не заслуживает вашего внимания, только зря потратите деньги. И на сегодня всем спасибо за просмотр данного видео, оценивайте его своими комментариями, а также пишите свое мнение по поводу данного оружия, и не забывайте про подписку на канал, дальше будет еще интересней и пока.